А дело в том, что у каждого из нас есть своя аудитория. За каждым из нас стоит там, не знаю, там 100-200 тысяч человек. Миллионы. Да, которым мы нужны. У меня миллионы. Безложной скромности. За 40 лет передача, которая существует сегодня, вот она выходит в эфир, её слушают по всей России и в дальнем зарубежном. Вот именно из-за ответственности перед слушателями позиции сдавать нельзя. Тем более, что у вас ведь есть ещё и материальное подкрепление этой народной обратной связи. Я всем рассказываю... Я не понял насчет этого. Тут, пожалуйста, поподробнее. Татарское материальное подкрепление, вот тут я оживилась. Это очень любопыт. Я, переезжая с адреса на адрес, везде за собой тащу мешки с письмами, которые я получил за какое-то количество лет. У меня там лежит 1015. Я их не могу выкинуть, потому что это... Да, это невозможно. Это документ эпохи. В этих письмах видна эволюция сознания, раскрепощение его, становление стиля писательского. А вы-то этим занимаетесь вообще очень давно. Так это вы называете материальным. А, потому что это материальное, можно пощупать. Может быть, это духовное? Нет, духовное по содержанию, материальное по форме. Ну, хорошо, допустим. Это можно пощупать. Да, у меня тоже проблема с письмами не в получении их. Я получаю несколько сотен писем в месяц. Сейчас когда-то были тысячи, но сейчас сложно писать, дорого. Но вот потом, что с ними делать, это целая проблема. С чем материальное обеспечение, человек? Есть. Спасибо вам большое. Теперь просто я скажу об этом нашим общим друзьям. Пускай так, давайте так и называть. Скрывал это все. Да. Он в Московский городской архив принимал одно время эти письма на сохранение. Сейчас пришло новое руководство, нет, им это не нужно. Так что я понимаю, да. Но эти письма по-прежнему дают вам возможность понять, что люди хотят, что им нужно и что нет. Дело не в том, что только хотят. Они наталкивают на совершенно неожиданные повороты и драматургии в самой передаче. Они приводят меня к необходимости, наконец, музыкально образоваться. Я же не музыкант профессии. Я, например, не знал, что там у Шуберта, я знал, что есть вальсы Шуберта. Но мне понадобилось найти какой-то особый под определенным номером, выбрать исполнение и так далее, и так далее. Но у вас есть всегда телефон друга старого фура. Можно всегда позвонить музыкантом. Помощь другу. Помощь другу, да, да, конечно. Но тут сам работаешь как следователь, и это очень интересно. И это не я к чему, к тому, что это совсем не заявочная передача. А потом здесь песня или музыка – это не причина, а повод. Повод, я все время об этом говорю. А повод, вот то, о чем вы говорите, что в этих письмах срез эпохи, психологии, история, философии людей этого периода. Начиная с 60-х годов, по наши дни. Это очень интересно. И на самом деле, если бы мы не плевали в свое прошлое, то, конечно, на самом высоком уровне библиотеки, там, не знаю, фонды, они не могли бы не заинтересоваться этими письмами. Это может быть сейчас не очень интересно, но через столетия это будет крайне интересно. К этому все вернется, я уверен, потому что общество человеческое, как сам человек, работает на вдохе и выдохе. Условно говоря, мы сейчас подходим к концу выдоха, вдох уже не за горами. У нас плохо с обществом, я что-то не наблюдаю общество как такового. А дышит ли оно? Вот в чем вопрос. Народонаселение есть. Да, ну я как бы то, что наблюдаю из окон автобуса и проезжаю.